Ребята, всем привет! Я безумно рада вас видеть сегодня на канале. И я официально хочу сказать, что я возвращаюсь, потому что понимаю, что я уже не могу без Ютуба. Я в вас нуждаюсь, я нуждаюсь в этой деятельности, и она мне действительно приносит какое-то удовольствие, отдушину и очень много, большую часть жизни мою составляет. Я не хочу это терять, поэтому это просто повод, наверное, задуматься о том, с чего мы все начинали, и для чего я это все делала, и решила начать такое возвращение с косметического обзора. Мы сегодня с вами будем тестировать новую марку для меня и пробовать косметические продукты, делать такой весенний легкий макияж, и можно, так сказать, болтать. Ну, во всяком случае, возвращаться ко всей этой истории, мы будем тестировать с вами очень удобную, если можно, так сказать, сумочного формата косметику. Серия называется Enigma, а вот название марки называется Siberian Wellness. Может быть, вам кажется, что это что-то знакомое. Называются они на русском языке сибирское здоровье и уже больше 25 лет на рынке, так как сейчас все потихонечку начинают заниматься импортозамещением. Там есть и пищевые добавки из дикорастущих сибирских трав, там есть продукция для здоровья, категории разные, там батончики те же самые, щетки зубные. И сейчас вот появилась косметическая серия, чем, в общем-то, меня зацепило. Мне прислали на обзор вот такую линейку. Я очень давно нахожусь просто в перманентном поиске скульптора для лица. Я пробовала Fenty Beauty, я пробовала все вот эти вот пресловутые продукты жирные, которые из палеток нужно носить с помощью кисти. Я пробовала Armani в таком тоже подобном формате, как консилер. Для меня это самый удобный формат, потому что забросил в сумочку, немного нанес, пальцами потушевал. Не нужно дополнительно таскать кисть, не нужно бояться, что вы уроните там баночку и что она разобьется. В общем, это очень удобно носить с собой. И я вот всегда в сумке имею карандаш для губ, консилер, и мне не хватает какого-то продукта для придания контура лицу или сияния, может быть, даже и румяна, и скульптор. Только вот я не находила удобных для себя форматов. Сегодня потестируем, посмотрим, как они пигментированы, как тушуются, не снимают ли нижние слои макияжа, как они по ощущениям и как по пигменту. Так что, если вам интересен этот обзор, то оставайтесь со мной. И также хочу сказать, что если вдруг вы будете что-то покупать, то внизу по ссылочке вы можете найти информацию про 15% скидку. Просто перейдете и там уже увидите больше информации. Ну что, давайте начинать. Я хотела бы сделать небольшой офф-топ и сказать, как сильно я по вам соскучилась. И у меня какая-то жизненная необходимость в ютубе, в съемке. Это просто был лишний повод задуматься, для чего я сюда приходила и что я хотела делать. Поэтому у нас сегодня такое возвращение в откат на несколько лет назад, когда я снимала такие больше косметические ролики. Мне сейчас захотелось вернуться именно с ней и просто посидеть с вами, чуть-чуть потрещать, не знаю, какие-то женские маленькие радости испытать, косметика и все такое. Немного отвлечься, в общем. Так что всем приятного просмотра. Погнали! Так, ну что, я подготовилась и мы можем с вами начинать. Но мне сейчас только тональное средство и немного консилера для того, чтобы подретушировать какие-то области. Заодно посмотрим, не будет ли эта косметика стирать нижние слои кожи и насколько она хорошо ложится, тушуется и держится. Начинать мы будем с вами с румян. Они имеют очень необычный для меня оттенок. Я предпочитаю, особенно в зимнее время, какие-то розовые цвета, но каждый раз, как только выступает на улице солнышко, мне всегда хочется добавить оранжевинки. Я вообще когда-то проходила курсы стилиста, и мы там разбирали, в частности, мой цветотип, внешность, какие мне оттенки в одежде и в макияже подходят. И мне там вот просто все кричали, что оранжевые оттенки это мое. У меня еще такие красивые есть, красивые, себя не похвалишь. Никто не похвалит вкрапления именно в зрачках, в глазках, да, и у меня, соответственно, очень такие глаза становятся голубые, подсвеченные из-за того, что перекликаются такие оранжевые цвета. Только вот загвоздка в том, что все-таки хочется, чтобы это выглядело еще естественно. У меня уже не 13 лет и какие-то супер пигментированные оранжевые оттенки или с насыщенным глиттером, с кирпичным подтоном. Мне не всегда подходит. Нужно очень сильно заморочиться или какой-то прям смокеай сделать, да, вот с такими активными какими-то элементами. Либо все-таки, если на каждый день, то что-то более нейтральное. Здесь оттенок у нас как раз оранжевого персика. Сейчас мы посмотрим, как он будет вот шовываться в кожу, да, и насколько это будет все органично смотреться. Оттенок номер 30 называется Peach Blush. Жидкие румяна вместе с аппликатором. Наносить мы будем сначала аппликатором прямо на кожу, а затем растушевывать, соответственно, с помощью пальчиков. Наносят, на самом деле, румяна по-разному. Я предпочитаю наносить не вот сюда, а чуть дальше, наоборот, от носа, для того, чтобы это смотрелось максимально естественно и чтобы не сделать из себя матрешку. Мне просто не очень идет такое нанесение. Я просто визуально с помощью румян поднимаю лицо и делаю его более живым и активным. Ну вот, посмотрите, насколько натурально ложится пигмент. И по ощущениям, знаете, в чем самая гигантская разница, которую я пока что ощущаю? Я пробовала много различных кремовых продуктов, в том числе и румяна. Но здесь ощущение, как будто я вбиваю тоник или воду в кожу. То есть я не чувствую вообще никаких маслянистых ощущений, никакой жирности, из-за чего я очень часто отказываюсь от как раз-таки кремовой и жидкой косметики. Потому что она хоть и достаточно удобная в нанесении, ее можно реально закинуть без кисточки, да, и без каких-то дополнительных элементов в небольшую сумочку. У вас всегда с собой будет, не знаю, как консилер, да, по сути дела, такой сумочный формат. Поэтому, собственно, и пал выбор сейчас что-то такое протестировать и вместе с вами попробовать, потому что мне очень хочется найти что-то максимально удобное на каждый день, просто чтобы было что-то для того, чтобы освежиться. Я не знаю, после спортзала, когда я выхожу, мне тоже необходимо иногда подправить макияж, чтобы я дальше могла сразу ехать куда-то на встречу. Нанесу, наверное, здесь чуть побольше. Мне нравится, что, во-первых, не съедается нижний слой консилера, во-вторых, ощущение, что я просто вот себя, знаете, попшикала термальной водой и как бы увлажняю свою кожу, как будто с помощью даже не крема, а вот именно тоника, да, чего-то прям жидкого. Во-вторых, как это все смотрится, то есть печатается пигмент прям в кожу и ощущение такой внутренней подсветки. Сейчас посмотрим, как будут остальные продукты ложиться. Я еще очень люблю объединять макияжи с помощью такого трюка. Я наношу те же оттенки, например, немного на веки. Хотя мы сегодня туда с вами еще нанесем обязательно и тени, но просто будет такой, знаете, перекликаться макияж, несмотря на то, что это вот какие-то оранжевинку дает. Будет смотреться очень классно и, естественно, нанесу, наверное, прям побольше. Заодно посмотрим, как будет ложиться на эту область. Мне еще очень нравится, что пигмент как будто быстро впитывается, то есть он дальше уже никуда не съезжает. Здесь он просто впечатался в кожу лица и зафиксирован уже полностью. Его не надо никак не припечатывать, не прибивать дополнительно сухими продуктами. В общем, какая прям восторг в плане удобства нанесения. Особенно то, что это можно сделать прям пальчиками. Ну, в общем, такие оттенки, я знаю, что мне всегда идут и делают макияж. И вообще моя внешность более молодой, наверное, правильно так сказать, более свежий. И мне очень нравится, соответственно, использовать подобного плана продукты летом и на губы. Кстати, это средство многофункциональное. Можно носить как румяна, можно как тени. Ну и давайте, раз уж такая пляска, пока мы все равно с вами экспериментируем, нанесу немного пигмента на губы. Можно посмотреть заодно, как он ложится на более пигментированные какие-то оттенки, да, вот как с губами. Сейчас посмотрим. Из еще необычного, что замечаю, нет никакого ощущения покрытия на коже губ. То есть, если помады, они обычно пигментированные, и, ну, скажем так, слоем ложатся, мы их видим, они имеют определенный такой окрас. Здесь это скорее как тинт, но при этом он не будет окрашивать кожу лица надолго, но и будет хорошо держаться. В общем, посмотрите в плане того, что вы сейчас конкретно ищите. Для меня это очень интересный формат. Во всяком случае, я пока восторгаюсь им. Дальше мы с вами попробуем хайлайтер. Классно, что у нас делают такие всякие, знаете, необычные штучки. Я искала вроде на рынке, и прошла кучу люксовых магазинов, и наши сети, сетевые какие-то истории, но я не нашла ни одного скульптора на водной основе, который не был бы слишком жирным, который не съеживался бы, никуда бы не съезжал, и который хорошо бы тушевался, еще и по оттенку был такого серо-коричневого оттенка. Хайлайтер называется Sugar Berry, сахарная ягода. Это тоже 30-й оттенок. Вот такой вот имеет пигмент. Я бы сказала, что он тоже слегка в персиковый оттенок уходит, и имеет внутри такой легкий сияющий глиттер. Мы сейчас с вами посмотрим, как это все на кожу будет переноситься. Вот один кайф и удовольствие с точки зрения ощущений на коже. Очень сложно передать словами, знаете, ну вот когда вы просто хотите жарким летом нанести немного тоника на лицо, и потом просто себя так вот прибить, вот этот тоник прибить. Вы поняли, да, мою мысль? Такой жемчужно-персиковый получается перелив. Я наношу чуть выше. На самом деле мы как бы поднимаем визуально лицо, это зависит от того, как вам нравится наносить, но мне всегда вот чуть ближе под глазки. Я наношу его, соответственно, потом можно сюда немного под бровь нанести, и как обычно мы наносим хайлайтер для того, чтобы высветлить какие-то выступающие области, и сделать их визуально более такими активными, подсвеченными, чтобы вернуть контур лицу и свежесть, особенно если вы используете какие-то плотные тональные средства. Нанесем на галочку над верхней губой, и я бы еще нанесла немного раз такая пляска на пальчик, и сделаем влажные капельки во внутренних уголках глаза. Просто тоже посмотреть, как это будет выглядеть. Вообще такой трюк очень сильно освежает, если вы, не знаю, не проснулись, и утром хочется как бы приоткрыть визуально глаза, макияж какой-то утром быстренько сделать, я всегда вот этот трюк использую, либо какой-то перламутровый карандашик, оттенка шампанска вот сюда в уголки растушевываю, либо немного хайлайтера, но желательно не сухого, потому что он наоборот подчеркнет вот какую-то сухость, особенно если вы будете вот так на всех утром щуриться в общественном транспорте, будет выглядеть не очень. В общем, эти два продукта отличаются, самое главное и самое выделяющееся сейчас, что могу сказать, это их текстура и их ощущения на коже. Я подобные косметики не встречала пока что, это не просто там какие-то сейчас громогласные слова, реклама и так далее, просто аналогичных товаров на рынке нет, которые бы давали бы классный пигмент и при этом были бы жидкие и без маслянистой какой-то основы. Дальше мы с вами будем пробовать скульптор в оттенке Huzzle над 10 номер, Huzzle над переводится как лесной орех. Мы сейчас с вами поэкспериментируем, как я люблю наносить контур. Во-первых, я очень извиняюсь за вот эту вот область, это как бы у всех сейчас легкий стресс, нервы и так далее, меня очень конкретно обсыпало, это еще цветочки, уже остаточная история, почему-то именно с правой стороны, с левой все чистенько. Наносите, кстати, скульптор чуть выше, чем вы делали это обычно, попробуйте просто наносить так, чтобы создавать лифтинг эффект, чтобы приподнимать лицо наверх, потому что очень многие уводят вот сюда контуринг, это на самом деле утяжеляет нижнюю треть и смотрится не очень хорошо. В общем, наношу, как обычно, на носик, и мне нравится на самом деле припудрить всю эту историю в конце, для того, чтобы максимально так смотрелось натурально. Также мы сейчас с вами распределим. Специально наношу побольше, потому что камера на самом деле довольно активно съедает краски и оттенки, и, соответственно, на камере приходится чуть активнее красть. Иногда бывает в жизни все классно смотрится, а на камере странно или вообще незаметно, или наоборот кажется, что с одной стороны более яркий макияж, с другой более темный, а на самом деле просто зависит от того, с какой стороны от окна вы сидите, есть ли там какие-нибудь предметы, да, ну, в общем, такие нюансы уже, которые с годами начинаешь обращать на них внимание. Ну, надеюсь, что вы это не видите, у вас фокус внимания направлен на макияж, как и должно быть. И на самом деле я вам обещала показать, какие у меня есть трюки и фишки, я еще вот так вот наношу, ну, от уголка брови, вот так можно, в принципе, себе наметить, и параллельно линии, которую мы на скулу наносили, вот так, хоп-хоп, и вот так вот, оп. Мне очень нравится тушевать продукты косметические пальцами, особенно если вот нет вот этого жирного эффекта, в этом продукте его тоже абсолютно нет. Та же самая водянистая основа, за что спасибо бренду, потому что это что-то пока что уникальное, и то, что я не встречала у других брендов, для того, чтобы сделать контур лица более очерченным, я еще в последнее время балуюсь вот такой вот фишкой, и раньше я ее не использовала, а сейчас мне нравится очень сильно, потому что вы можете сделать лицо более остреньким визуально, можете посмотреть, как сейчас это выглядит. То есть вы, по сути, вот так вот создаете тень, она у вас была вот здесь, и тут немного поплывший у меня уже овал, потому что кто-то разогулялся с чипсами, веселился. Сейчас я перехожу на правильное обитание. Вот у Siberian Wellness, кстати, есть еще батончики, которые мне тоже прислали, и я их тоже сейчас активно с собой просто беру, если где-то нет времени поесть в городе. Я просто с батончиками балуюсь, потому что там тоже хорошие составы. В целом можно посмотреть, полазить на сайте, там и косметика есть, соответственно, и БАДы, и какая-то альтернатива, если у вас сейчас есть проблемы с тем, что вы не можете что-то найти. Мне кажется, ну, просто не буду долго углубляться, но информация сейчас актуальная, да, мы все это понимаем, все ищут, как импортозамещение какое-то делать, поэтому актуально. Сейчас я нанесу немного пудры. Так, пока могу сказать следующее. Мне очень нравится, как выглядят сейчас глазки. Опять-таки, если обратить внимание, то они стали визуально сразу более активными, более такими светящимися. Это за счет того, что коррелируется оттенок вот такого нежного оранжевого пигмента с голубым оттенком. У меня серо-голубые глаза с желтенькими вкраплениями, как подсолнухи такие есть. В общем, сразу такой визуально более активный эффект. Мне нравится, как влажное сечение появилось. Вот здесь, обратите внимание, нет ощущения хайлайтера, зато есть ощущение при повороте лица влажного, такого красивого, более свежего, молодого сияния. Румяна я, кстати, сейчас не вижу. То есть я более активно их вижу на глазах. Поэтому добавим заодно второй слой. Посмотрим, не стирает ли он. Я прям чуть добавлю, да, чтобы хайлайтер красивый не повредить. Не стирает ли он нижний слой, потому что интересно, можно ли его наслаивать и наносить более плотным слоем. Хотя на глазах я как раз нанесла в два слоя, поэтому и пигмента больше. Кажется, что на лице румянца как такового не видно. На самом деле он есть, просто более активный такой пигмент ушел на глаза. Ну вот сейчас я вижу прям оранжевые. У меня щечки появились. И слава богу. В общем, мы сегодня с вами такой делаем макияж. Легкий, на весну, чтобы он максимально подходил. Вы можете использовать любой оттенок, создать его в такой более розовой гамме. Там у них есть и другие цвета. И последнее, что я хотела бы с вами попробовать, это жидкие тени для век. В 24 номере называется белая смородина. И наносить я его буду на подвижную часть века. Я оставлю такой вот красивый персиковый оттенок в складочке века. Слушайте, это очень красиво. Если вы любите макияж без макияжа, если у вас есть какой-то татуаж старый, как у меня, который вы хотите слегка скрыть и сделать глаза. Знаете, вот венки какие-то перекрыть. Раньше был очень классный продукт у Clorance. Такая база-консилер под тени. И я наносила ее всегда и как консилер, и вот на верхнее веко, потому что скрывались все сеточки визуально, какие-то покраснения, потемнения. И сразу взгляд казался тоже таким более свежим. Любой макияж смотрелся круче, любая стрелка и так далее. Но потом уже очень давно их сняли с продажи. Эти продукты, как часто бывает, тоже напишите внизу, были ли у вас какие-то продукты, которые вы очень много лет любили, постоянно покупали, вы считали их лучшими на рынке, но потом почему-то бренды решают их снять с продажи. Я не знаю, в чем логика. Никогда не изучала, но замечала такую постоянную корреляцию с самого детства. Все мои любимые продукты всегда кто-то отнимал. У меня детская травма осталась. Очень красиво смотрится, очень естественно, практически незаметно. Это чуть более светлый и чуть более серый оттенок консилера. Но из-за того, что пигмент чуть-чуть более полупрозрачный, он не смотрится маской на веки. Знаете, очень часто усугубляем мы консилер, когда наносим на верхний век. Вот я вначале тоже нанесла, и вы, наверное, обратили внимание, что у меня в складочке века он скатался. Вот когда продукт сильно пигментированный, он ложится как будто маской. И смотрится это не как бы визуально привлекательно. Не привлекательно визуально. Вот. И, соответственно, хочется как-то все-таки улучшать себя макияжем, чтобы это смотрелось естественно, чтобы не прибавляло возраст, что тоже как бы важно, да. А наоборот, такой визуально более легкий и свежий эффект. Это то, что доктор прописал. Если честно, я на тени не возлагала никаких особых надежд, потому что я уже влюбилась просто за это время в скульптор, потому что, ну, более, наверное, легкого в применении. И из-за того, что он, ну, такой слабо пигментированный, такой не коричневый, очень подходящего для славянской внешности оттенка, его можно вот просто реально и в хвост, и в гриву, и в сумочку бросить. Он подойдет буквально каждому, у кого не смуглая кожа. Вот, соответственно, можно вот прям, прям рекомендую, потому что вы с ним не переборщите, и вы с ним не наделаете пятен. То есть, посмотрите, я просто пальцем, да, вот так вот растушевала, и все на лице смотрится визуально очень красиво. Я люблю косметику, которая делает нас лучше, и которой при этом очень просто пользоваться. В данном случае я ставлю пять. Дайте мне Get5 просто бренду и создателю этих продуктов. Самый главный его бонус, как я уже сказала, это жидкая консистенция, водянистая, которая вообще не делает никакой, не создает никакой пленки на лице. Это очень круто. У нас с вами остается, наверное, сейчас я накрашу ресницы, мы с вами перейдем к губам. Вуаля, реснички готовы. Теперь мы с вами переходим к помаде. Как обычно, это классика, это Алина, вы меня извините, но я обожаю такие оттенки и пигменты на губах, которые чуть темнее моих губ, потому что создается более сочный такой визуально-сексуальный эффект, и он чуть-чуть более пигментированный, и поэтому губы чуть более выделены, чем при, ну, в ненакрашенном состоянии. Так, помада кремовая, и она очень комфортно распределяется на губах, не проваливается в складочки, а наоборот их как бы разглаживает визуально за счет, мне кажется, именно кремовой такой консистенции, бальзамной немножечко, потому что я чувствую, знаете, прям в данном случае не жирность, наверное, но вот какую-то маслянистость помаде, приятное увлажнение и как будто обволакивание, но в случае помады меня это ни в коем случае не смущает, скорее наоборот, потому что, ну, сейчас такой особенный период, когда холодов, у меня прям сильно сохли губы, и я с матовых помад и карандашей стала переходить либо на кремовые помады, либо использовать в комбинации с гигиенической помадой карандаши, чтобы их хоть как-то увлажнить. Поэтому для меня сейчас выбор на ежедневной основе больше ложится все-таки на какие-то кремовые консистенции. Получается у нас с вами вот такой целиковый образ, надеюсь, он вам понравится. Пишите внизу, как вообще вы оцениваете такого плана легкий макияж на весну, какие продукты вам понравились больше всего, и находили ли вы какие-то альтернативы, потому что я нет, я тестировала у скульптора несколько аналогов, чтобы не быть голословной. У меня есть и Fenty Beauty, он классный, безусловно, но он совсем другой. То есть он кремовый, он более тяжело тушуется, он более капризный в нанесении с точки зрения, он такой тягучую консистенцию имеет здесь водянистую. В общем-то, мне не очень удобно на каждый день его использовать. Если вы ищете какие-то суперпростые в использовании продукты на каждый день, которые легко бросить в сумочку, то это 100% как бы тот самый вариант. У меня в рейтинге номер 1 будет лично этот контуринг, и я его вот положу рядом со своим любимым консилером, который у меня будет валяться в сумочке, и я буду точно знать, что я могу себя быстро за 2 минуты буквально привести в порядок, поэтому это средство прямо рекомендую. Номер 1 с хайлайтером, и румяными обстоят дела следующим образом. Хайлайтер мне визуально безумно нравится, я его, безусловно, себе оставляю. Здесь зависит от той консистенции, которую вы предпочитаете для себя на каждый день. Но опять-таки легкая тушевка, очень красивая, переливающаяся такая история, которая не лежит на поверхности маски, которая смотрится прям вот как будто у вас внутреннее такое сияние у кожи, там у кого-то гормончики, эндорфины и все такое. Это прекрасно смотрится. И то же самое с тенями. Смотрите, какой пигмент вам нужен. Если вы любите более яркие макияжи делать на каждый день, и вам нужен такой дубовый пигмент, назову его так, ну такой, не знаю, какие-то черные оттенки и так далее, то нет. Но если вы любите нюдовые макияжи, типа как макияж без макияжа, вот эта вот вся история, на каждый день я предпочитаю именно ее. Иногда могу добавить стрелки. То тоже присмотритесь к этим теням, они очень классные. И румяна здесь тоже, посмотрите, по оттенку. Но, в общем, мне кажется, очень выигрышно смотрится, очень свежо. И мне нравится, если раньше как бы мне хотелось утяжелять свой макияж, делать его более активным, там в 20 лет, то сейчас в 30 уже хочется, наоборот, такого более естественного макияжа, чтобы смотреть за девочкой-девочкой. И не забывайте про то, что нужно себя обязательно баловать, не забывайте делать какие-нибудь массажики, уделять себе хотя бы 5 минут времени, не знаю, приседать, потому что сейчас это намного как бы более активно нам нужно. И себя нужно обязательно поддерживать, любить и делать красивые макияжи. Так что я всем желаю хорошего настроения, обнимаю, целую. Не забывайте про скидку по программе лояльности, если вы будете что-то покупать. Я внизу обязательно оставлю ссылку, по которой вы сможете перейти и узнать уже все подробности. Я желаю всем хорошего настроения. Пока-пока!